В деле о гибели подростка на одном из школьных стадионов столицы появились новые подробности. Выяснилось, что 10-летний мальчик учился в той самой школе, где произошла трагедия. А спортплощадка была оборудована по всем нормам. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. Напомню, накануне учащегося насмерть придавили футбольные ворота. Хронология происшествия в репортаже Мира Альжановой. В тот злополучный день 10-летний Ирулан Ибрахим пришел с друзьями поиграть в футбол. По словам директора школы, спортплощадка была доступна детям с утра до вечера, поскольку в округе больше нет мест для досуга учащихся. Поэтому местные детвора посещали стадион. После трагедии доступ к нему ограничили. Когда он играл в футбол, то потянул за сетку ворот, и они упали на него. Дети, которые играли вместе с ним, а также охранник школы, пытались ему помочь и оказать первую медицинскую помощь. Но, к сожалению, ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи. Мы выражаем искренние слова соболезнования его семье. Как утверждает глава образовательного учреждения, ворота на спортплощадке установлены в соответствии со всеми требованиями. А произошедшие – несчастные случаи. Тем не менее, в ним просвещение пообещали проверить спортплощадки во всех регионах страны. Сейчас дано мною поручение, чтобы организовать определенную комиссию, дополнительную с участием всех заинтересованных госорганов. Не только министерство, но и все специалисты должны еще раз посмотреть не только просто готовность школ к учебному году, но и мы сейчас проверяем безопасность внутри школы, а сейчас появилась еще дополнительная потребность посмотреть, какие есть дополнительные опасности, подвергающие жизнь наших детей. По факту гибели подростков полиции начали расследование. По результатам следователя определяют подозреваемых. По факту гибели 10-летнего мальчика стражи порядка возбудили уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы. В случае, если будет доказана чья-либо вина, то его могут лишить свободы сроком от 4 до 8 лет. Мира Альжанова, Даня Ромар, Ринат Утеев, телеканал Аматы, Астана.